МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня глава Чувашия находится с рабочим визитом в Республике Мордовия, в Саранске Михаил Игнатьев принял участие в совещании, которое провел полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич совместно с министром транспорта России Максимом Соколовым и руководителем Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом. На совещании обсудили развитие в округе сети автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения. Чувашия вошла в число пяти регионов страны, где всегда уделяли большое внимание строительству новых школ. Еще до старта новой федеральной программы по созданию в субъектах России новых ученических мест в разных районах республики уже велось строительство школ. За последние пять лет было возведено восемь новых зданий. Об этом сообщил сегодня министр образования и науки России Дмитрий Ливанов в рамках седьмого Петербургского образовательного форума. Новые учебные заведения появились в Ибресинском, Батыревском, Янтиковском, Красночитайском, Урмарском, Чебоксарском районах и в Мариинском посаде. Школы стали современными образовательными центрами с насыщенной инфраструктурой. Учебные кабинеты с необходимым оборудованием, столовые, спортзалы, медицинские кабинеты. В двух школах Андреевской и Бресинского района и Татарско-Сугутской, Батыревского района открыты дошкольные группы. Янышская средняя школа Чебоксарского района является образовательно-спортивным центром не только для школьников, но и всего населения из ближайших деревень. В 2015 году начато строительство нового здания школы в деревне Альбус-Сюрбеево Комсомольского района. Ввод объекта запланирован на август 2016 года. В рамках нового проекта «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» в республике планируется построить и реконструировать 32 школы на 15,5 тысяч мест и отремонтировать более 60 учебных заведений. В Российском Союзе строители высоко оценили инновационные технологии чувашских производителей. Члены правления межотраслевого объединения намерены рекомендовать застройщикам других регионов использовать энергоэффективные материалы для возведения социальных объектов. На официальном сайте Российского Союза строителей опубликовали постановление, которое было принято по итогам заседания в Чебоксарах. Его участники отметили, что опыт республики по возведению жилья экономического класса может быть полезен и другим регионам. Тогда же члены Союза посетили и заводы по выпуску ресурсосберегающих материалов. Такие производства должны быть созданы во всех регионах, отмечают правление межотраслевого объединения. Как реализовать эту задачу, обсудят участники Государственного совета по развитию строительного комплекса. Планируется, что совет состоится в апреле. Президент Российского Союза строителей также выразил благодарность главе Чувашии за хорошую организацию заседания в Чебоксарах. Есть надежда, что подобного рода мероприятия, участниками которого мы являемся, такого рода и парламентские слушания, и рассмотрение вопросов в правительстве, у президента, готовящийся Государственный совет, который будет рассматривать эту же самую проблему, плюс еще и гранастроительную политику в комплексе. Я думаю, что по совокупности это будет являться хорошим подспорьем тому, чтобы мы не только не снизили результаты, особенно в гражданском строительстве, особенно по вводу жилья, а наоборот, эти объемы наращивали. Про республику Чувашию мы видим и слышим постоянно, и про достижения строительной отрасли в Чувашии. Ну, светлой зависти можно только позавидовать. И промышленникам, и строителям. Промышленникам строительной продукции, и, конечно, строителям-проектировщикам. Да если просто проехать по городу Чуваксары, и все это сразу видно на лицо. Единороссы Чувашии сегодня призвали объединить усилия ради детей и включиться в благотворительный марафон именем детства во имя детства. Старт акции был дан в республике месяц назад. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Малов и глава Чебоксар Леонид Черкесов рассказали, сколько средств уже удалось собрать и на какие цели планируется их направить. Благотворительный марафон именем детства во имя детства в республике проходит в 20-й раз. Его проводит детский фонд Чувашии. В оргкомитет возглавляют глава региона Михаил Игнатьев и депутат Госдумы Алена Аршинова. За эти годы марафон поддержали десятки тысяч неравнодушных жителей Чувашии. Существенный вклад в копилку помощи носят от членов партии «Единая Россия». Сегодня единороссы призвали всех, независимо от политических взглядов, объединиться ради благого дела. Мы хотели бы обратиться к представителям других политических сил, представителям других политических партий, принять активное участие. Это то, что сегодня нас должно объединять. Это будущее, я уже говорил, нашей республики. Это то, ради чего мы живем сегодня. И, наверное, не так много сегодня площадок, направлений, вокруг которых мы можем сплачивать. В прошлом году за время марафона в копилку детского фонда поступило более 7 миллионов рублей. На эти деньги удалось помочь многим. Купили препараты для больных детей, оказали поддержку малообеспеченным семьям, приобрели мебель и игрушки для детских домов и интернатов. Главное в этой помощи, как утверждают единороссы, адресность. Все те деньги, которые собрали конкретный район, конкретный город, они остаются там же. Например, Шумурлинский район собрал определенную сумму, и те же средства остаются именно в этом районе для оказания помощи именно конкретно учреждениям этого района. Благотворительный марафон именем детства и во имя детства как раз именно адресная помощь нуждающимся детям и нуждаемся учреждениям. Городские единороссы будут активно участвовать в этом марафоне. За месяц, что идет благотворительный марафон, неравнодушные люди пополнили копилку почти на 4 миллиона рублей. Средства будут направлены на строительство детских и спортивных площадок, оборудование игровых комнат в детских садах и детдомах. Единороссы уверены, что если объединить усилия, можно сделать многое, особенно если речь идет о детях, и призывают всех присоединиться к марафону. Сегодня профессиональный праздник отмечают все, кто делает нас духовно богаче, а нашу жизнь ярче. Свои поздравления работникам культуры направил главачу вашей Михаил Игнатьев. Он отметил, что культура – цементирующий элемент нашего общества, поскольку объединяет людей вокруг истинных нравственных ценностей и служит укреплению дружбы между народами, сохранению целостности нашей страны. В канун Дня работников культуры 15-летия отметил профильный вуз. Концерт в честь Дня рождения получился очень ярким и интересным. Студенты Чувашского института культуры и искусств продемонстрировали все, чему их научили. Институт культуры и искусства – единственный вуз в Чувашии, где готовят специалистов эксклюзивных, немассовых профессий. Творческих людей много, но по-настоящему талантливых много быть не может. Задача педагогов – отзалить зерна от плевел, вырастить из молодых людей настоящих мастеров сцены. Получается, кстати, неплохо. Среди выпускников есть и оперные певцы, и музыканты, и драматические актеры, и иллюзионисты. Я работаю с радостью. Я не прихожу, хочу работать, бегу на работу и ухожу с грустью с работы, потому что она приносит мне радость. Мне приносит радость результаты моей работы, общение с моими коллегами, со студентами. Все гости, а их в этот день было немало, отмечали огромную роль вуза в развитии чувашской культуры. Библиотекари, заведующие клубами, руководители творческих коллективов, менеджеры. Они, конечно, не так заметно известны, как актеры, но без их работы сохранить культурное наследие наших предков и приумножить его было бы просто невозможно. Сегодня исполнилось 80 лет со дня рождения известного художника Чувашии Элли Юрьева. Живописец и график в историю республики он вошел как геральдист и автор шрифта для государственных документов на чувашском языке. Сегодня в нашем эфире сразу после трансляции хоккейного матча программа о жизни и творчестве Элли Юрьева из цикла «Сто лиц столицы». Нынешним выпускникам Института культуры и искусства есть на кого равняться. 25 марта 65-летие отмечает заслуженная артистка России, народная артистка Чувашия Надежда Алферова. День рождения актриса отмечает, конечно, на сцене. Один умный человек, называется Людвиг Фейербах, сказал, чтобы быть хорошим художником, творцом и актером, наверное, тоже самое, нужно четыре качества. Доброе сердце, острый глаз, всегда свежевымытая кисть и всегдашняя готовность к работе. Я не знаю, к этому даже мне трудно что-то прибавить, потому что все эти четыре качества у Нади есть. Для зрителей прекрасная царевна, волк из красной шапочки, мудрая бабушка, гражданка Шипокляк. Для коллег энергичная зажигалка. Это все актриса и режиссер театра «Кукол» Надежда Алферова. За 45 лет на сцене она создала более ста ролей. Однако любимая среди них актриса выделить не может. Сказать любимую роль никак нельзя, потому что каждый отдаешь. А даешь то, что уже в тебе есть. Ну, как могу сказать, баблика, да, вот. Они все личности, у них все свой характер. Они все как-то по-разному смотрят на жизнь. В день рождения актриса вышла на сцену в роли шута в спектакле «Курочка ряба», который сама же и поставила. И это не та же самая сказка, которую детям читали родители. Мне понравился дедушка, потому что он все время во сне охранял яйцо и утром с ней возюкался и хотел его продать. Мне очень понравилась мышка, потому что она занималась каратэ и сбила яйцо своим хвостом. Актриса говорит, ребенок – это такой зритель, который не будет врать. Если ему не интересно, он не будет смотреть. Поэтому главный подарок ко дню рождения – сотня внимательных глаз в зале. На работу мы приходим как волшебники. Вы сами видите, как дети реагируют, как они смотрят. Я вообще считаю, что театр «Кукол» – это волшебный театр, потому что кукла – это магия, это близко к детям. Он же абстрактный театр, это абстрактное искусство. Оно ближе к детям всегда, потому что дети сами играют в куклы. Мы понимаем, мы с ними идем на одной волне. Ольга Пырычкина, Анастасия Лангина, Константин Козлов, Республика. На протяжении нескольких десятилетий эта семья следует клятве Гиппократа приносить людям добро и не вредить. В Аликовском районе живет и работает целая династия врачей. Когда в детстве нас спрашивают, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, многие отвечают – как мама или папа. Автальмолог Аликовской районной больницы Татьяна Федорова выбрала медицину как мама, бабушка и две родные тети. Я с детства видела, как работают мои тети, как мама. Они часто ходили к ним на работу. Тогда же любила играть с этими шприцами. Тогда еще были стеклянные шприцы, коробочки от лекарственных препаратов. Мы их приносили домой, нам мама приносила. Мы с сестренкой играли, лечили друг друга. Папу, маму лечили, бабушек. Я с детства любила медицину. Полюбилась мне медицина, поэтому я как-то о другой профессии даже не задумывалась. Та самая сестренка, с которой Татьяна играла в больницу в детстве, теперь работает в соседнем корпусе. Она дерматовенеролог и по совместительству терапевт. Инна рассказывает, ей нравился запах лекарств и красивые белые халаты. Мама Татьяны и Инны, и их родные тети сейчас на пенсии. На троих их стаж в медицине больше века. Мы выбрали профессию медработника, я думаю, только благодаря нашей маме Прокопьевой Александре Михайловне. Она у нас работала санитаркой. Я работала в санэпистанции, раньше говорили. Попозже переименовали нашу организацию. Центр госсанитинодзора. Сможником врача-эпидемиолога работала долгое время. Началась династия с Александрой Михайловны Прокопьевой. Это мама Елизаветы и ее сестер. Она родилась в 1918 году. Работала санитаркой в фельдшерско-акушерском пункте в одной из деревень Аликовского района. За помощью к ней домой приходили со всей округи. Тогда ее дети, а затем и внуки поняли главный секрет профессии. Это любовь к людям. Ольга Пырочкина, Алена Алтухова, Олег Якимов. Республика. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова